приветствую вас дорогие мои вновь на моем канале как и обещала данную тему я хочу посвятить силикону а точнее силиконовой смазки сегодня я расскажу вам для чего мы применяем в работе силикон добавляя его в состав нашей краски какую роль он играет в наших картинах и как правильно выбрать силикон какие виды силикона бывают на прилавках наших магазинах и на что необходимо обратить внимание ну что ж давайте начнем наш сегодняшний небольшой видеообзор по данному материалу а я буду параллельно выполнять свою работу у меня продолжается проект акриловая заливка на круглых поверхностях и сегодня в составе моей краски силикон будет только в белом цвете смотрите как я формирую краской свою будущую картину работать я буду в два этапа а я вам расскажу немного о силиконовой смазки что важно знать когда я начинала работать в технике акриловая заливка я понятия не имела что силикон имеет разновидность потому что я как девочка никогда с этим не сталкивалась но сейчас хочу конечно же проговорить так как те кто только приступают к изучению техники акриловая заливка должны понимать что силикон имеет большую большую разновидность так что давайте немного поговорим о силиконе и я расскажу вам самое важное что необходимо знать силиконовая смазка это синтетический материал светлого цвета изготовленный на основе силиконового масла силиконовые смазки характеризуется целым комплексом замечательных эксплуатационных свойств благодаря которому они приобрели широкую популярность промышленности и в бытовых условиях особой любовью эти смазочные средства пользуются у автомобилистов поэтому когда вы задаете мне вопрос где купить силиконовую смазку я вас направляю в два магазина либо это магазин который только для автомобилистов либо это строительный магазин там вы всегда найдете силиконовую смазку именно ту которая вам необходимо но необходимо обратить внимание на кое-какие детали давайте все подробно какими бывают силиконовые смазки когда я начинала работать в технике акриловая заливка первый мой баллончик силиконовой смазки был аэрозольный аэрозоли это смазка в аэрозольной упаковке наиболее популярная форма силиконовых смазок так как она очень удобна в применении аэрозольные смазки легко использовать как быту так и в технике акриловой заливки аэрозольную смазку применяют в технике жидкого акрила вбрызгивая в стакан сразу из аэрозольного баллончика либо заранее подготавливают ее отстаивая в отдельной емкости я работала и вбрызгивая в стакан и готовила ее в отдельной емкости для того чтобы каплями вносить свою краску каким образом я это делала я забрызгивала силиконовую смазку в небольшой бутылек ждала когда испарится растворитель так как аэрозольные силиконовые смазки имеют растворитель в своем составе и чистый силикон уже само масло я капельным путем вносила в определенный цвет краски где я хотела получить ячейки а вот силиконовая смазка в виде жидкости это уже чисто силиконовое масло но необходимо знать что силиконовая смазка жидкая она изготавливается с различной вязкостью то есть придя в магазин вы на прилавке видите аэрозольный баллончик вы должны понимать что аэрозольный баллончик использовать вы можете двумя способами брызгивая либо испаряя выпаривая в отдельной емкости растворитель и только потом применять его капельным путем либо вы сразу покупаете жидкую силиконовую смазку она бывает очень густая когда капля при выдавливании выходит из носика как такая вот она прям как хрусталь она висит на этом носике даже не капает а есть жидкая смазка именно та смазка которую использую я при выдавливании из тюбика капля капает не висит на носике так вот нам необходимо выбирать для нашей работы более жидкую силиконовую смазку жидкая силиконовая смазка выпускается в пузырьках флаконах бутылочках даже есть банках но нам достаточно тюбика выбирая силиконовую смазку берите тюбик именно с носиком так как вам не придется использовать никакие пипетки и она очень экономно и выходит выходит из этого носика и лишнего вы не нальете густой силикон нам не подходит так как вот это вот очень густая капля она в краске может и остаться одной единой густой каплей силиконовая смазка с малой вязкостью она имеет хорошую текучесть и проникающую способность это именно та смазка которая из носика капает также необходимо помнить что у силиконовой смазки очень плохая смываемость вы очень часто мне пишите что добавили силикон но картина краски размылись картина не получилось форму потерялись все это может быть из-за переизбытка жирного состава в нашей краске именно из-за силикона который вы добавили в какую-то определенный цвет вашей краски либо во все цвета нельзя лить большое количество силикона в краску поэтому мы вносим именно капельками внося много силикона необходимо учитывать что после прогрева краски газовая горелка силикон выходит на поверхность краски и при полном высыхании нашей картины он обязательно оставит на поверхности жирные пятна который необходимо будет потом удалять так как на жирный слой силикона уже плохо ложится краска если вы хотите что-то потом дорисовать какую-то прорисовку сделать или покрыть картину лаком необходимо этот жирный слой с нашей поверхности картины убирать либо спиртовой салфеткой либо я брала ветошь немножко смачивала в растворе ферри смывала но и делать это необходимо только при полном высыхании краски когда вы уверены что картина просохла иначе вы сможете где-то какие-то детали вашей работы убедитесь что картина просохла полностью во всех местах только после этого проводите обработку если же силикона вносится столько сколько необходимо для того чтобы получить ячейку получить красивый какой-то рисунок на вашей работе то вы не будете наблюдать излишки силикона на поверхности вашей работы а вообще силиконовую смазку чтобы вы знали ее используют для смазки деталей замков петель шарниров швейных машин всяких рыболовных катушек и если вы идете выбирать силикон и думаете что он будет конкретно там подписан для каких-то художественных работ то нет это именно силикон который используется в быту если вы пролили силиконовую смазку протирать просто сухой ветошью бесполезно так как останется все равно жирный слой этот жирный слой размазывается и потом еще раз повторюсь очень плохо наносится лак он как каплями потом будет собираться вот будьте аккуратны и вносите силикона ровно то количество которое необходимо вам для вашей работы ну что ж пока я рассказывала о видах и свойствах силикона вы наблюдали как я выполняю свою работу в технике акриловая заливка я использовала технику растяжки краски по поверхности основного цвета в белой краске у меня был добавлен силикон сейчас я формирую свою работу чтобы получить красивые клетки вывести краску на поверхность и сделать цвета более яркими я также хочу сказать что силиконовая смазка она позволяет создавать в картине характерные ячейки разных форм обратите внимание какие ячейки получила я в данной работе это клетки которые являются отличительной особенностью в технике флюид арт либо техники акрилик флюид поуринг благодаря законам физики при добавлении силикона в состав общего материала а мы делаем краску самостоятельно придаем ей жидкую консистенцию напомню что мы работаем с клеем пва добавляя в него лак добавляя в него воду добавляя в него краску и в какой-то определенный цвет из тех которые мы выбрали для своей работы мы добавляем силикон и в процессе прогрева поверхности сформированной нашей картины на поверхность выходит силикон естественным образом образуя ячейки так как любое масло как и любой жир он вырывается на поверхность наш силикон свою очередь образует разрыв краски выходя на поверхность образует вот такие ячейки ячейки разных форм и разных размеров и даже разных оттенков цвет ячейки зависит от того как легли на холст краски ведь зачастую вы могли заметить что при применении допустим таких цветов как красный синий желтый вдруг выходит зеленый ячейка получилась зеленая тут необходимо помнить еще и о том что в процессе работы краски между собой смешиваются образуя дополнительную цветовую палитру синий плюс желтый мы получаем зеленую ячейку добавляя силикон в стакан с краской необходимо помнить что чем чаще и дольше вы размешиваете краску с силиконом тем мельче будут ваши ячейки потому что мы при размешивании разбиваем силиконовую каплю на большое количество частиц необходимо хорошо подумать какие цвета у вас будут иметь мелкие допустим ячейки какие там допустим какой цвет будет с крупными ячейками если вы хотите получить более крупную ячейку значит сильно силикон не замешивайте есть виды техник куда мы силикон вообще не добавляем я допустим сегодня продумала таким образом что у меня силикон только в белой краске его можно добавлять в два в три цвета все только на ваше усмотрение также необходимо помнить что размер ячеек также зависит от вязкости силикона силикон с высокой вязкостью дает более четкий по форме и цвету ячейки у них даже образуется окантовка по форме я добавляла силиконовое масло помните у меня была картина я расческой работала и добавляла силиконовое масло прям сразу на картину мочила расческу потом выставлял определенными формами эту расческу на картине силикон стекал и образовывал разрыв краски формируя определенный рисунок но такая работа она сохла у меня очень долго поэтому если работать в такой технике нужно помнить что силикон который вы наносите на поверхность он очень долго сохнет это может быть и две и три недели а то и месяц после формирования рисунка на холсте нашей картины необходимо пройти поверхность газовой горелкой делаем это мы для чего для того чтобы быстро потоком воздуха проработать верхний слой краски вы заметите что когда поток воздуха проходит по краске краска немножко раздвигается тем самым мы помогаем силикону выйти на поверхность либо прогревая верхний слой мы также точно помогаем силикону выйти на поверхность и проявляем те цвета краски которые у нас остались ниже других цветов мы раздвигаем краску и та краска которая осталась у нас ниже слоем она выходит на поверхность краски становится более ярким. Но не перегреваем, ни в коем случае не перегреваем краску, чтобы у нас пигмент краситель не перегрелся и не произошло разрушение самой краски, так как работа потом потемнеет. Нам не надо получить в результате темную работу, мы должны сохранить всю цветовую палитру. Также я уже говорила, но хочу напомнить, что при долгом прогреве верхнего слоя краски быстро образуется пленка. Краска затягивается, поэтому не держите долго газовую горелку, либо фен. Буквально немного прогрели, убрали, дали краске постоять, картину повернули влево-вправо для того, чтобы краска подвигалась и реакция пошла самого силикона и самой краски. Работа продолжает себя формировать дальше. Когда вы просто залили и видите результат, это еще не результат. Результат будет позже, потому что пройдет весь процесс работы с силиконом, и с феном, и с газовой горелкой. И только после этого работа начнет, вот картина ваша начнет формировать. Самое главное, не перегревайте ни феном, не газовой горелкой. Ну вот, вот такая работа получилась сегодня у меня. Вот такие красивые, сочные ячейки на моей картине. И я уверена 100%, что вы уже хотите задать мне вопрос, каким образом я делала замес белой краски, какая краска была использована. Поэтому я вам рассказываю. Ну что ж, сейчас вы видите, какая получилась у меня работа. Вот такие красивые ячейки, яркие, цветные получились на моей картине. Получила я их с помощью силикона, который я постоянно использую в своей практике. Я вам его неоднократно показывала. И хочу заметить, что за период моей работы, пока я делаю свои картины в технике акриловая заливка, мною было замечено, что многие мастера используют вместо силикона кокосовое масло. Но я читала, что именно масла, они уменьшают долговечность картины, так как меняется само свойство акрила. Поэтому я все-таки предпочитаю использовать силиконовую смазку. И вам рекомендую использовать именно силиконовую смазку. Мои ячейки были получены путем замеса клея, ПВА, лака, воды и строительной краски. Белая краска у меня в замесе не содержит акриловую краску. Она содержит акриловую строительную краску, которая предназначена для покраски потолков и стен. На стакан массы того замеса материала, который мы всегда используем для создания краски в технике жидкого акрила, я добавила 12 капель силикона. Хорошо взбила и получила вот такое многообразие ячеек. Если вы помните, я вам рассказывала, каким образом делается замес краски. Я не буду повторяться, потому что на канале есть очень много видео, учебный материал для начинающих. Там очень много видео по замесу. Вы всегда можете посмотреть. Под моим видео находятся ссылки, через которые можно пройти и посмотреть все предыдущие учебные видеоролики. Ну вот, это, пожалуй, все, что необходимо знать о силиконе, о формировании ячеек. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь. Не забудьте оценить мое видео. Оставьте обязательно ваш комментарий. Мне важно знать, было ли полезно для вас данное видео и что вы думаете вообще по этой теме. Делитесь видео с друзьями. Ваши оценки помогают развивать мне мой канал. И вы направляете меня на создание новых роликов. Поэтому я благодарю вас всех за просмотр. И до новых встреч. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok